ОБСЕ Без них невозможно пересечь границу Молдовы и Румынии. И это даже несмотря на то, что на машине есть нейтральные номера. Позиция ОБСЕ такая. Водительские удостоверения должны быть согласованного образца. И чтобы их мог получить каждый приднестровец. Вне зависимости от того, какой у него паспорт. Наши дипломаты уже передали официальному Кишиневу проект соглашения по нейтральным правам. Эту инициативу ранее озвучил президент Приднестровья. В дальнейшем прогресс в договоренностях по нейтральным номерным знакам и нейтральным техническим паспортам речь идет о нейтральных водительских удостоверениях. Чтобы наши граждане свободно перемещались по всему миру, используя нейтральное водительское удостоверение. Напомним, соглашение о нейтральных номерах подписали весной 2018 года. Механизм не предусматривал наличие молдавских прав. Однако представители Кишинева начали их требовать у наших водителей. В итоге приднестровцы начали сдавать нейтральные номера. Уже есть около 80 таких случаев. Причина очевидна, это то, что они просто не могут использовать эти номера для международного движения, поскольку Кишинев блокирует их выезд на основании отсутствия молдавских документов водительского удостоверения. Пришлось мне зачитать некоторые выдержки из наших договоренностей, где ни слова не сказано о молдавском документе, зато сказано о том, что есть документы Приднестровья, есть факт постоянного проживания на территории Приднестровья. Еще есть инициатива об участии наших грузовиков и пассажирских автобусов в международном движении. Им нейтральные номера пока вообще не выдают. На все эти предложения из Тирасполя в Кишиневе отвечают молчанием, а УБСЕ призывают обе стороны к конструктивному диалогу.